Здравствуйте, уважаемые сети! Любители баскетбола говорит, а главное показывает Бизона ТВ. И сегодня в прямом эфире мы покажем вам матч финала за пятое место чемпионата России по баскетболу среди женских команд, в котором встречаются команды «Динамо Москва» и «Волгода Чиоаката». Представляю комментаторов сегодняшней трансляции. С вами сегодня был Перестан Гуляев и Светлана Явкина. Мастер спорта по баскетболу. Команда прошла длинный путь до этого матча. Сегодня картинку обеспечивает автономная коммерческая организация «Спортивное вещание». Мы благодарим лично продюсера Владимира Хлопецкого за предоставленную супер-возможность для работы. Оно «Спортивное вещание» готовится к Сочи. Собирает и тренирует режиссер, операторов, звукачей, продюсеров, редакторов. В общем, всех, кто причастен к будущему процессу пронсляции. И так как это не тренируется в Кировоцке, они предоставили нам эту арену. Предоставили нам свой видеосигнал. Вернемся, собственно, к баскетболу. «Волгода Чиоаката» заняла пятое место в регулярном чемпионате. «Динамо Москва». Шестое. Седьмое. Седьмое. Да. Соответственно, обе команды проиграли в четвертьфиналах. Но в полуфинале за пятое место «Волгода Чиоаката» обыграла в двух матчах «Питерский Спартак». «Динамо Москва» в тяжелой серии 2-1 обыграла «Спартака» в регулярном сезоне «Спартак» занял шестое место на ступеньку выше. Случилось то, что случилось. Волгода «Динамо Москва» проявило больше желания, больше воли к победе, больше каких-то, может быть, баскетбольных моментов. Тем не менее, «Динамо Москва» играет сегодня с «Волгодой» в финале за пятое место. Будет сегодняшнюю встречу старший судья Сергей Буланов, категория «ФИБА» «Ульяновск» и Геннадий Пономарев, город «Азов», категория «ФИБА», Игорь Деменков, категория «ФИБА», Санкт-Петербург. Комиссар матча Сергей Фомин, Геннадий Пономарев, Смоленск. Свет, что ждешь от московского «Динамо»? Вчера Владимир Ильич Талфток-шоу говорил нам, что «Динамо» будет биться. И хотя мы пытались выпутать у него какие-то тактические секреты, он был как кремень непреклонен. И ни полуслова он даже не обмойнулся, но мы так поняли, что «Динамо» готова. Но мы помним игру в феврале, как ты помнишь. Как непросто складывались обе игры в регулярном чемпионате. Но первая игра с разницей в 10 очков победила «Волгода» в 67-57. А вот вторая игра в «Динамо» с разницей 81-83 на последние секунды практически вырвала победу «Волгода». В чуваках, как-то, в «Кладском». Тяжелейшая была игра. Практически 38 минут динамо лидерова. Мне кажется, даже больше, по-моему, за минуту с чем-то там. Мы раз после матча говорили о том, что если бы баскетбольный мальчик продолжался 38 минут, то «Волгода» ушла бы побежденной. Но девчонки проявили характер, волю к победе. И сумели догнать и переломить. Переломить и выиграть. Представление команд. В московском «Динамо» главная ударная сила. Я бы сказал, что это Кристал Ленхорн и Кристит Оливер. Да. Две американки, которые стали под знамена «Динамо». Хотя в первом матче там и Марина Хазова отличилась. Она забила, по-моему, 16 очков что-то. Стали под знамена «Динамо» не с самого начала чемпионата. По-моему, с 1 декабря где-то плюс-минус. Но вывернули игру «Динамо» наизнанку. По-другому стала играть московская «Динамо». Но они более уверенно стали играть, рассчитывая на этих американок. Большая группа молодых игроков в составе московского «Динамо». Отметим, кстати, что совсем недавно в Вологде завершился финал восьми среди молодежных команд. В котором победу одержала «Динамо». «Динамо». И четыре игрока из того состава, который выступает за «Динамо» в премьер-лиге, они вели за собой молодежную команду «Московскую «Динамо». Вот речь о том, есть доверие молодым игрокам, есть им возможность обыграть себя в топ-дивизионе российского баскетбола. И сразу пришли результаты. Я считаю, что во многом победа «Динамо» молодежной команды в чемпионате России среди молодежки это результат того, что несколько игроков обыгрывались, получали игровую группу. Получают практику, учатся каким-то. Пусть немного. Но все равно они были в составе, все равно они... что-то приобрели. Ирина Соколовская в ходе сезона перешла из «Вологды» в «Чевакаты» в «Московской «Динамо». Ну, мне кажется, она прекрасно вошла. Своего рода «Джокер». Да, наверное. Не была довольна игровым временем в «Вологодской «Чевакате». Сергей Павловская» пошла в «Динамо» за игровым временем и получила приглашение в сборную России. Добилась своим трудом того, что Борис Ильич Соколовский пригласил ее, включил число кандидатов на участие в Олимпийских играх в Лондоне. Сергей Павловский, гимн Российской Федерации. Ну, у нас гимн Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжим мысль про Московское Динамо Восстановилась от травмы Татьяна Попова Несмотря на молодость Достаточно опытный игрок И игрок сборной России Всегда стабильно капитан команды Екатерина Сытняк У Вологды Превосходит, я считаю, Вологодская команда Именно в передней линии Я согласна с тобой, да Вот в зале объявили, кстати, что присутствует в зале тренер сборной И он будет у нас, я надеюсь, на интервью в большом перерыве И после матча, конечно Понятно, что Борис Ильич не выпускает Возможность посмотреть лишний раз на игроков Игроков, кандидатов в сборную России Не пропустил ли он кого в выборе? Да, все возможно А вдруг появится еще один кандидат в сборную? В объеме у тренера Вологды Ольги Шунейкиной Я думаю, Вологда сильна своей, прежде всего, передней линии Потому что пять человек могут играть на позиции четвертого и пятого номера Джессика Довинпорт, Кристина Аликина, Олеся Малашенко Маша Черепанова и Елена Баранова И Елена Баранова А мы забыли Юлю Киселеву Маша Черепанова основной третий номер И четвертым номером Эпизодически выпускает ее по ситуации Кандидаты в сборную России из Вологодской Чавакаты Это Катя Кейру и Маша Черепанова Светлана Махлина пока в список 25 не попала Очень хороший сезон проводит Катя Кейру Особенно хороша была в четвертьфинале против Оренбурга Это была яркая игра, которая вот в концовке, помнишь? Ее четыре перехвата, два из которых пришлись на концовку матча Я имею ввиду первый матч в Вологде против Оренбурга Да, всегда нацелен на перехват Всегда нацелен на обострение Ну и кроме того, безусловно В надежном бросках из-за дуги Лори Мор Первый номер Вологодской команды Ну я бы сказала, наверное, основной первый номер Вологодской команды, от которой От которой идет организация защиты, организация нападения Ну она очень нацелена на перехват тоже, я бы сказала Практически в каждую передаче она готова Обладая выдающимися атлетическими данными и талантом Предчувствовать действия соперников Читать, как говорится, читать Читать комбинации Ну вот у нас уже все готово к стартовому вбрасыванию Да, появляются стартовые составы Вологды Это номер 6 Лори Мор Номер 7 Светлана Махлина Номер 8 Мария Черепанова Номер 31 Кристина Аликина И номер 50 Джессика Девинпорт Тренеры команды Гошудненькина и Владимир Крашенин Мне помогают В составе Московского Динамо на паркет выходит Под номером 10 Елена Харченко Под номером 15 Татьяна Попова Под номером 13 Ирина Соколовская Под номером 20 Кристи Толивер Под номером 24 Кристал Ленгхорн Тренеры команды Владимир Штам И Александр Пономаренко Помогает ему Александр Пономаренко Ну вот уже Сергей Буланов Заходит с мячом в центральный круг Считанные мгновения Остаются до начала Мяч подброшен И выигрывает Динамо Первое владение у Динамо Толивера Татьяна Попова Лично вроде бы играет Чеваката Да Что в общем-то неудивительно Потому что много Первое точное попадание Ирина Соколовская Только хотел сказать, что много снайперов готовых выстрелить Забить, забить, забить И Татьяна Попова Совершает перехват Нарушена Да, линия там была За пределы площадки Выскользнула Татьяна Попова При перехвате Но надо отдать должное Какая хорошая работа В защите С первых стартовых секунд Кори Мор против нее Кристи Толивер Кристина Олегина Ищут возможность Девинпорт И точно Два броска, два попадания Хорошее начало Очень близко играет Ленгхорн к Девинпорт Затрудняет доставку мяча вовнутрь Ира Соколовская Двоечку сыграла Схарченко Татьяна Попова с мячом Против нее Махлина защищается Отбрасывает Схарченко Остается 4 секунды Видит ли это Соколовская? Успевает произвести бросок И Кристина Аликина Получает первое персональное замечание И согласна она с судьей Конечно, очень много эмоций Тратит Мне кажется Баскетболистки На вот эти вот Реакции после свистка С моей точки Немножко Отвлекают От баскетбола Тебе не согласна со мной? Согласна Что нужно сосредоточиться на игре А не на судействе Потому что судейство От этого лучше не станет Другим оно не станет Да, другим не станет И произошла у нас замена Вместо Марии Черепановой На площадке появилась Катерина Кейру Минуты не сыграла, да, Маша Черепанова? Ну, верно Какая-то установочка Пропустил трех очков от Соколовской Катя Кейру с мячом Против Татьяна Против Татьяна Против Татьяна, да муфу девин порт девин порт получает первое персональное замечание оливер ах как красиво то ли вера дала скидку могла бросить сама но увидела под корзиной харченко да красота девин порт симметричный ответ очень быстром темпе команда приходит из защиты в нападение обрати внимание сагалов сагаловская со средней точек раз промахнулся сегодня аликина быстром отрыве и два очка с места в карьер сыграли всего две минуты с небольшим еще 9 6 феноменальная результативность какую концентрацию демонстрирует баскетболист сегодня бросок со среди и джессика берет подбор на своем щите катя кейро что будет сама решать против ирины сакалов контакта сыра сакал нашла на шагах и ждала когда защитница выпрыгнет шаги у нее широкие ноги тягучие я бы сказала несмотря что ира сакаловская немножко превосходят в росте в росте как и не побоялась ничуть она знала что на трибуне борисович соколовский и то место где он находится за того ракурса очень будет хорошо виден этот проход и по себе продемонстрировала давай ну да умение обыгрывать в один в один и технику штрафных бросков 9 8 двоечка там на периметре таня попова хороший проход хороший проход джонга забирает откок кристина ленина выздоровать нет не стала бросать со средней надо подождать решила пока партнершей займут позиции нашла джессику скидка на периметр лори мор ах там харченко накрыла да и перехват начинает атаку катя кейро ух как хорошо поймала и осталось только забить елена харченко получает первое персональное замечание катерина кейро опять на линии штрафных бросков вынуждает фаллить динамовскую защиту повидел эту зебру на зебра особенно хвостик это новый талисман как нам вчера рассказал владимир ильич там это изобретение анастасии куцны пресс-это шею я только не понимаю какая ассоциация динамо и зебра голубая делаем ток-шоу с настей на издадим ей все вопросы в том числе и про зебра плюс 1 у волды то ливер с мячом лэнхард таня по поводу серия заслонов 8 секунд как плотно играет катя кейро и все равно то ливер фантастически успевает выпустить мяч по сути наброс навес в кольцо и он проваливается туда кристина аликина осталась одна на дуге целилась сок и лам забирает попова идет проход и волк до в атаке аликина ждет пока дэвенпорт займет позицию но дэвенпорт мешает ей таня попова берет подбор и фалилу катерина кейро первое персональное замечание и похоже тайм-аут тайм-аут для Вологда Чеваката я думаю что Ольге Шинекиной не совсем нравится как развивается вологодское нападение когда несколько атак позиционки да 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 и Вологда не смогла даже побороться зацепиться за эти броски но получается что четвертый номер бросает и на подборе никого нету джессика открывается динамо забирает мяч и реализует быстрый прорыв ранее на пакетбольный матч состоит из микро моментов и очень важно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут потому что как в одном из интервью говорил нам Лена Баранова в трех моментах проиграешь получишь вот эти минус 7 минус 8 и весь матч потом будет догонять и отыгрывать очень тяжело потом отыгрываться а у нас сольное выступление талисмана зебра танцевала у нас а ты помнишь талисман дяди стёпа да в общем-то зебра я скажу что мне гораздо более символом более позитивная на более динамичная она участвует в танце и в игре гораздо больше конечно хорош и дяди стёпа может быть вот дяди стёпа по-своему может быть их дуэтом надо запускать да если позволить возможности у хозяев я бы запускал их вообще дуэтом то ливер с мячом динамо в атаке серию хороших финтов что пробежка пробежка свистеть уверенно зафиксировал пробежку игорь дебенков без малейших сомнений перед этим серию блестящих винтов показал да как на блюде выложила ногах ламихорн под атаку аликина аликина джессика разворачивается и на подбор не забивай там категория на подбор кто-то пошел из вологодских игроков там была и кристина и катя кейру по полу не подручку проход ну как-то очень легко она проходит мне кажется очень легко проходит как-то на двойке просто от вологодский защитник и да и вот мы видим готовится замен наверное маша черепанова очень близко и как мира соколовская играет со светом ахами обратно внимание на его первое персональное замечание номеру двадцать четыре я думаю что владимир штамм не забыл что махлина забила последний матча 27 очков да поэтому на играть с ней более плотно они находит и разок ложка и его составе на светом ахами наступает место на паркете маша черепанова под номер составе динамо екатерина сытняк вышла у меня раз им татьяны поповой пять минут от играли команды в первую четверть плюс 4 у динамо джессика девенпорт на линии штрафных один из двух и на подборе крис отвоевала перевод вопрос в угол на черепанова черепанова со средней не точно то ли я бы сказал что немножко поспешно было в этой ситуации но она была одна почему бы и нет что свистят судьи волки и ру у катя кейро 2 перс замечание уже а прошло лишь всего пять минут вот как раз ольга шинейкина мне кажется недовольна вот это его реакции игроков у нас встретит своим своим игрокам что мы перестали так реагировать оперировать на решение колоской на дуге выбирает мяч черепанова нет мяч уходит в аута хотя в этих ситуациях конечно желательно мяч брать и рать это брать и надежнее чем любой аут ой зацепилась лори мор падает трехсекундной зоне персональное замечание у обеих команд по четыре замечания на команда следующую будет пробиваться лори мор выносит мяч из-за боковой аликина против нее артинка выбивают такие быстрые руки до защитниц маша черепанова джессика пробежка слишком много шагов сказал бы наверняка геннадий пономарев в этой ситуации толливер с мячом соколовская поднимается на периметр на заслон проскальзывает заслон киру проходит этот заслон второй раз двойка успевает киру на ногах и кому холл номер 4 третье персональное замечание я думаю сейчас последует замена рукой присутствовал махальна выходит на площадку вместо катя киру плюс 4 у динамо и соколовской на линии штрафных проваливается первый мяч помогают стену до дома родные стены помогают как и родные кольца как оживилась сразу группа и и второй точно два из двух которая располагается за чувакатским кольцом света махальна получает мяч пытается обыграть катю сучняк кристина аликина не точно дают кристине аликиной бросать этот два раза не попала может быть динамовская защита решила что друг рука нет рука не дрогнула номеру 6 теперь дает лори мор два штрафных будет пробиваться все фаллы одинаковые при прохождении заслона прощает первой попытки крестик оливер вологодскую защиту один из двух 18 13 за три с половиной минуты плюс 5 у московского динамо заслон там вдвоем пытаясь под дабл по пивор по легко разобралась в этой ситуации вот такой хороший было девять секунд на владение решать и работали на ликина как он проходит тягучим с шага хорошо молодец не пошла дальше к защите приняла решение и спасла может сказать вологод атаку в этой ситуации потому что иного решения варианта больше и не там да не оставалось практически при помощи на дуге сытняк сытняк получать под заслоном а просто со средней против джессики так спокойно ничуть не волнуйтесь кристина ли у хорошая хорошая прострел дали джессика поблагодарила но к сожалению сильно юлия киселева выходят составе вологодской чувакаты под номером 15 марина хазова московского динамо под номером 44 то ли веры не спеша переходит среднюю линию очевидно преимущество чувакаты в росте создать пошел владимир шамман штамм на этот шаг ну я думаю сознательно испугала немножечко нападающую до час юля юлия киселева вытянула руку да нужно дать мяч и динамовская атака дала сбой тина ах видно было читалась эта передача вероника дорошева вместо иры соколовской поставе московского динамо и замена составе волокна кристина аликина уходит с площадки и остальные алеси малышенко вероника дорожева это одна из тех игроков света махлина первый трех очковый бросок юлий киселева подбирает к сожалению для вологодской болельщиков к сожалению нет точно вероника дорожная продолжу свою мысль от нам из тех игроков которые завоевали золото чемпионата россии среди молодежных команд составе московскую динамо ну или значит тренеров кубра веряет дает алисином против двоих такое решение примет машинка тормозного светом обороны зубе точно 21 мы знаем что свету махлина нельзя оставлять одну но нежелательно да потому что она такой же снайпер как и и раз соколовская лэнфорн накрывала ее просто книги киселева персональное замечание вологодской баскетболистки два штрафных очевидно а тем временем остается минут 35 попытка была в защите у киселевой к сожалению люди трактовали ее как нарушение правил как раз сейчас подозвала ольга шинейкина свою центровую видимо сказала что не нужно реагировать на судейские решения как мы с тобой об этом говорили вначале другими они от этого не станут а тратить свои силы и энергию на распаляться да почему это лучше потратить на что-то позитивное на позитание в атаке в нападении не важно полага на сегодня время дабл дабл пытается играть до динамо и пол по пол марине хазовой два броска пробьет лори мор как хорошо открывается силу она сознательно находит чтобы иметь выдающиеся ростовые данные да надо еще уметь их правильно использовать правильно занять позиции вовремя развернуться для того чтобы игроку было удобно отдать передачу принять словами сюда 1 из 2 22 19 за минуту 20 татьяна попова в роли разыгрывающий данный момент на площадке как далеко спрятана марины мяч и фигня как светлана махами выбирает сложный бросок силу отход лори морс видом англана на дугески вы на машу черепанова хочу не точно 2 очка чуть-чуть наступила пол стопы буквально и что судя останавливают там шнурок 22 21 за 54 секунды до конца первого периода вот он бросочек из-за дуги маша черепанова почти из дуги да да даже сеточка граника дорожа уводит мяч из-за боковой лэнгферн личную защиту играть человека ты всю дорогу да никакого намек пока на смену защит на смену нет а предательски выскользует мяч из рук ваут и чувака то светомахина будет водить секунду у нас принципе время как раз на 2 атаки ну вот и слышно вологодские болельщики кричат уже волокна вперед пол считать за разочарованный посмотрел на судящую свету махами то что на мяч не считать что это ситуация была голевая голевая не принимает кольцо 1 бросок свет имеет возможность сравнять счет сравнивать его сравнивать его 22 и замена приступали румястных марина хазова с мячом кристи толливер лэнгфор ухо на драла у меня еще достало ему он быстром отрыве и плюс 2 были варианты и тормознуть и сохранить это владеет она еще посмотрела ты обратил внимание она посмотрела на цену ситуацию приняла в принципе правильное решение да потому что голевая ситуация почему бы и нет а пусть динамы еще попробуют забить кристи толливер из-за дороги Юлия Кителева берет мяч еще две секунды да ах, какая белья динамы еще успела перехватить мяч и сделать бросок от концу 22-24 плюс 2 у Вологды но это преимущество просто на флажке оно на флажке обозначилось и абсолютно равна игра в каком блестящем темпе команды начали эту встречу никто не стал присматриваться друг к другу все сразу ринулись вас первые пять минут по моему ни та ни другая команда вообще не могли промахнуться результатом является то что лидеры по результативности у Вологды это Олегкина набрала 8 очков по 4 очка Катя Кейру и Света Маклина у Светы Маклина это дальний бросок и штрафной и 3 очка Лори Мор и Джессика Девенпорт а также 2 очка от Маши Черепановой у Динамо самая результативная это Ирина Соколовская набравшая 7 очков а также по 4 очка Марина Харченко и Татьяна Попова Ирина Харченко и Татьяна Попова какая интересная комбинация у Динамо сейчас подглядел режиссер я думаю что вот эта извилистая линия это проход это проход игрока с мячом после двойки на периметре на периметре да что же еще иначе может объяснять вот эта скептически по моему смотрит на эту комбинацию да на эту ситуацию Кристит Оливер но тем не менее посмотрим как будет Динамо воплощать ее на площадке Дима очаровательный Дима Зебра зовут Зебру Дима вот уважаемые сети зрители вы воочию увидели нового динамовского талисмана и я думаю что смогли оценить всю его мобильность и динамичность о которой мы говорим а у нас начинается вторая четверть Вологда владеет плечом в начале второй четверки Маша Черепанова скидочка надо бросать надо бросать забирает Киселева нет и полна Маша Черепанова боролась она с Ирой Соколовской на подборе хорошая Вологодская атака но к сожалению не привела взять ее кольца Таня Попова начинает какой черный ход хотела сделать Кристит Оливер Пытается запутать свою опекуна Лори Мор сколько переводов ух какая скидка красивая еще Харченко выпить мяч приброска внизу забрасывает мяч Малошенко Олеся сумела укоротить его в углу Возвращательный периметр и Махлина не успевает Таня Попова на противоходе поймала и за счет хорошего первого шага да, уход быстрый уход стартовый шаг Таня Попова по-моему неудоумевает да, неудоумевает почему два броска что произошло нет, два броска Таня Попова насколько быстро все-таки Света Махлина да, вот получаем мяч причем плавность в движениях вот эта кажущаяся да при этом это кажется да на самом деле и хорошему уходу вот это два из двух хорошей стартовой скоростью и хорошей пластичностью броска Махлина принесла уже шесть очков своей команде Криси Толливер расступились не поверили что будет бросать мне кажется двадцать четыре двадцать шесть Олеся Малашенко против нее Лэнгхорн Перепанова из рук в руки забирает этот мяч ну не подготовлена немножко бросок мне кажется поторопилась Маша мне кажется настолько она уже мысль в атаке кольца настолько ее овладела что она не могла остановиться что она не смогла изменить своего решения динамовская атака Ирина Соколовская доводит и Соколовской пытается помешать и Киселева Лэнгхорн пора уже атаковать семь шесть я думаю видят видят игроки Таня Попова там Юля Киселева Апс аааа никто не подсказал ей что сзади Таня Попова вот где Соколовская без сомнения точно и вот уже плюс один в пользу московского Динамо Маша Черепанова с мячом получает мяч Киселева против Харченко будет обыгрывать такой жестковатый получился бросок ну да мы знаем что тяжело было проявить свою пластичность Юля Киселевой а теперь Динамо забрасывает Лэнгхорн против 1-1 против Молошенко на шагах и два считают два считает с фолом хотя вроде бы защищалась да Леся Молоша двойная замена в составе Чараката Кристина Аликина и Джессика Девенпорт возвращаются на площадку меня в переднюю линию Ольги Шунекина потому что много работы устают они и на подборе и атаковать и бонус на штрафной трячка да трячка в одной атаке плюс 4 в пользу московского динала как качели у нас да то плюс 4 в одну то плюс 6 в другую широкий ампликут и такие качели сегодня да Света Махлина не прошел заброс Кристина Аликина очень плотно играет защитники очень плотно Джессика бросок со средней на подборе там Кристина Аликина боролась Соколовская перевела мяч на чужую половину и заделась разыграющая Татьяна Попова Соколовская получает мяч возвращает Харченко со средней и точно незадумываясь просто бросает но если теряют игроки в защите если свободный человек если это кольца 2,5 метра ну почему же не бросить и не забить Света Махлина внизу динамо вологодские ошибки проход Махлиной точно кинжальный проход Светы Махлиной я бы сказала 32,28 просит Татьяна Попова своих больших помогать Маша Черепанова в защите против Ирины Соколовской 10 секунд остается для решения так приезжали а практически чуть-чуть не хватило чтобы перехватить Кристи Толливер идеальная атака в исполнении московского динамо выбросили практически на последней секунде до потерпели довели дело до свободного практически до свободного броска в углу пол пол Татьяне Поповой пыталась дотянуться до светиной руки ну вот она тоже не согласна с судейским решением возмущается и у Татьяны Поповой это уже второе персональное замечание Аня Плешко появляется на площадке в составе Волокотка Чавахаты первые точно во временем Махлина продолжает наказывать своим убийственным штрафом 2 из 2 10 очков по результативности она сравнялась с Ирой Соколовской с Динамо штрафные по-моему у нее 5 из 6 Соколовская на дуге Оливер забрасывает на Ленхорн против Джессики убрала мяч на разрыве дистанции раскачала защитника и добилась вывод Татьяна Попова на перехват да 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 достаточно агрессивно несмотря на то что у нее уже 2 персональные замечания ну не зря же она держит лидера Свету Махлину можно больше создать из затруднений какой красивый мяч забивает Джессика да хорошо показала шла в лицевую и забила дальней рукой левой прекрасная атака плюс 4 вертушка там заброс на Соколовскую аут аут рядом находился Сергей Буланов и практически у нас нет оснований не верите конечно 36-32 сомневаться по меньшей мере наивно не точно передача была сейчас не разобрались немножко лари моры джессика не поняли плюс 4 в пользу динамов вологодско-динамовские качели продолжают раскачиваться Таня Попова на дуге Кристи Толливер свободно и Кристина Ликина забирает мяч да находит Тори Мор Аликина на дуге ищет продолжение хорошо открывается Полнопадение 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 Десика Девенпорт получает порцию разъяснения от Геннадия Пономарёва как предоставить заслон видимо на всякий случай поинтересовался еще мнением старшего судить на что он ответил окей Таймаут Вологду Таймаут Вологду Вологду использовал Таймаута мы смотрим как проводит этот таймаут только Шунейкина при помощи капитана команды Елены Барановой там что-то наверное переводят синхронно для вологодских к Американу ну как лихо отплясывает зебра Дима да мне почему-то она напоминает а вот сейчас вы видите на экранах легендарного Челси одного из лидеров динамовских фан группировок лично размахивает флагом воспитывает молодое динамовское показывает показывает делай как я да динамо будет вводить мяч за лицевой линии Татьяна Попова вводит мяч за лицевой линии вот и половина второй четверти сыграна а в рисунке игры у нас в общем-то ничего не изменилось никаких изменений также по-прежнему личная защита отбилась Джессика отбилась Джессика Лори Мор в дабл попадает да все время дабл играет Кристина Аликина одна бросает и точно отлично разыграла Вологду эту ситуацию если кто-то попадает под дабл значит кто-то свободен да нужно открыться получить мяч и пролить нашли свободного игрока Аликину и плюс 2 в пользу Вологду в пользу Вологду в пользу Вологду в пользу Динамо 36-33 вот ответ Лейнхорн и опять плюс 4 Динамо Лейнхорн по-моему даже безразличен кто против нее защищается как смело пошла сейчас на перехват Лейнхорн вышла Ира Соколовская не стала пляшковой бросаться в проход в лицевую подстраховала ее дорожила да и обидная потеря Кристи Толевер попадает это можно технически да вот судья предупреждает попадает мяч в белый-голубой кроссовок и уходит за боковую вот разочарованное лицо Владимира Штама вы видели на своих экранах уважаемые сети зрители Аликина со средней что пол нападения кому А не Плешкова похоже судья выписывает пол нападения да номеру 14 отекала в движении Вероника художественной насколько я понял из этого повтора Таня Попова начинает очередную атаку Динамо Кристи Толевер идет под большой что я бросил перехват Махлина и как прочитала Света Махлина Лоримор Таня Плешкова Таня Попова Таня Попова Таня Попова тут же перехватывает Екатерина Екатерина улыбается 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 Катерина Кейро Тот же меняет ее на Свету Махлина на Свету Махлина да мне кажется 30 секунд не отыграла Катя Кейро вышла на замену тут же получила холл и опять замена вот уже первый тревожный звоночек для Ольги Шунекины 4 фала у Катя Кейро в первой половине плюс 10 плюс 10 видишь какой рывок вторая проблема для Ольги Шунекины это минут 10 ее вологодской команды 2 с половиной минуты до конца первой половины встречи много движения но пока ох какой фолл Катя Федоренкова Катя Федоренкова это еще один игрок золотого молодежного состава московского Динамо да ну мы видим что дает да главный тренер Владимир Штамм молодежи почувствовать подпускают так немножечко к самому составу теряет равновременно Анна Пашкова Кристит Оливер против нее Кристина Аликина Судьи отдают мяч Вологде вдвоем боролись динамовские игроки за этот отскок мне даже показалось что немножко помешали друг другу нет? тем не менее владение Вологды Анна Плешкова помощь помощь кричат и с полом полом забивает забивает Анна Плешкова и молодец молодец да но очень тяжело вот видно что подустали уже игроки как бы все время играть против плотной защиты конечно очень сложно когда тебе навязывают такую игру и много сил отдаешь Кристине Аликиной по моему похоже выписывает холл до 31 номера у Кристины Аликиной это образец второе персональное демонстрирует Кристина Аликина да ты из малейших эмоций она повернулась подняла руку и пошла в сторону своего кольца два броска будет производить линии штрафной Абсолютно спокойно два из двух 46 36 все те же плюс 10 немножко амплитуда этих качелек увеличилась по крайней мере в сторону Динамо Махлина получают на дуге отбрасывает Девинпорт не стала форсировать ЖСОКО Плешкова 7 секунд остается нужно что-то решать вот 1-1 в обыгры хорошо прошла трестащий проход да не побоялась да что там выйдет на помощь второй игрок взяла игру на себя и молодец Толливер на дуге атакует точно какой же процент попадания у Кристи Толливер мне интересно Света Махлина делает забегание Кристина Аликина перевод бросок и на подборе там сама же Плешкова мяч успела за ним на подборе настолько высокая траектория у Аниных бросков остается 50 секунд до конца большого перерыва Китаренко в атаке отбивается Вологда и двое против одного Кристина Аликина Аликина просок со средней отбивается Кристина Аликина нужно было под корзину открываться двое против одного разыгрывать наверняка тридцать секунд язык жестов Сергея Буланова Сергея Буланова я практически прочитал А что толку согласен я или не согласен с решением судьи это оно есть и будет это должно быть законом по крайней мере для всех нас Ленхорн на Крафнет подбирает Харченко и последняя атака похоже будет за Динамо да да плюс 11 и Динамо еще может увеличить это преимущество отбрасывает Ленхорн как хорошо эта пара чувствуют друг друга вот эти свободные броски да да хорошо Арченко атакует и Динамовская атака заканчивается первая половина плюс 11 максимальное преимущество Динамо в этом матче вернет и с И Динамовская Северная первая И Северная ом Северная tattoos Динамо бензин бум францари А у нас, похоже, будет награждение молодежной команды «Динамо Москвы». Стоят дети с цветами. Вот мы смотрим повторы игры по Кристины Аликиной при подборе. Уходят в раздевалки. На банке приглашаются наши юные красавицы, чемпионки России среди молодежных команд премьер-меги-2012 года. Команда молодежной команды «Динамо Москвы». А вот нам принесли статистику. Трехочковая. 43% у «Динамо Москвы» и всего лишь 20% у «Волода Чаваката». Один из первых. Средние броски с дистанции. 14 из 24 у «Динамо» 58%. 12 из 24 ровно 50% у «Волода Чаваката». Анастасия Камзан. В эфире? Главный тренер женской сборной России Борис Олеговский. Любезно согласился поделиться своим мнением относительно первой половины, что мы сегодня увидели. Преимущество «Динамо» в первой половине ожидаемое или неожиданное? Достаточно ожидаемое, потому что к концу сезона «Динамо» заметно прибавило в качестве игры. И плюс они играют у себя дома при поддержке, пусть немногочисленным, но преданным им болельщикам. Награждение у нас сейчас подходит молодежная команда «Московского «Динамо» за победу среди молодежных команд. Каков вклад в этом игроков старшей команды? Конечно, когда часть игроков молодежных составов активно задействована в тренировочном и особенно важно в игровом процессе основной команды, это дает огромное преимущество, что, собственно, и подтвердило чемпионство молодежной команды «Динамо» на прошедшем в Вологде молодежном первенстве. Безусловно, они были сильнейшие, они смотрелись намного лучше своих сверстниц, и решения принимали достаточно зрелые. Я думаю, в этом они были посильнее всех. Вчера делали ток-шоу с Владимиром Ильичом Штамом, главным тренером «Московского «Динамо». Болельщики задавали вопрос, почему он все-таки маловато доверяет молодым игрокам. Штам ответил, что мало матчей в чемпионате России, поэтому цена каждого матча неимоверно высока. И очень мало возможностей рисковать, поэтому нужно увеличивать количество матчей в регулярном чемпионате. Согласны с этим? Нагрузка на клубы, которые активно задействованы в европейских кубках, заметно вырастет, и вряд ли это решение будет. Путь один – это смотреть вперед. И думаю, что главная причина в данном случае в том, что в составе «Динамо» очень много возрастных игроков, которые, конечно же, оттягивают и средства, и время. Что касается «Легионерок», то их только две в составе «Динамо». Это разумная цифра, но, на мой взгляд, наши девочки, особенно молодые, заслуживают, конечно, гораздо же больше времени. И, к сожалению, задачи, то ли 5-е, то ли 6-е место, именно они мешают, наверное, задействовать этих девочек вот в этом конкретном матче более полноценно. Тема «Легионерок». После недавнего февральского матча вы говорили, что вас беспокоит о том, что очень много атак берут на себя американские «Легионеры» в московском «Динамо». И вас беспокоит это как главного тренера, то, что меньше активности достается на долю игроков сборной. С вашей точки зрения ситуация как-то изменилась? На мой взгляд, немного да, за счет того, что наши российские игроки, в частности Ирина Соколовская, она стала активнее играть без мяча. Она стала лучше открываться. Плюс сейчас активно задействует на генроллах Елену Харченко, которая тоже играет достаточно удачно. Плюс то, что время от времени берет на себя инициативу Татьяна Попова, та же Екатерина Федоренкова. И у них складывается так называемый баланс. Что касается так называемого беспокойства по поводу многочисленных атак легионерок, то здесь все дело в тактике. И если это два сильнейших игрока, наверное, это оправдано то, что большую часть игры мяч находится у них, и больше атак делают они. Другое дело, что иногда где-то бывает ситуация, когда есть возможность отдать пас открытому российскому игроку выгодную позицию. Но девочки, американки, все равно по инерции ищут друг друга. И в этом плане, конечно же, перекос он наблюдается. Как вчера сказал Владимир Штамбов, минусы обращать в плюсы. По крайней мере, у российских игроков всегда есть возможность пойти и побороться за подбор. Большое спасибо, Борис Ильич, за ваше мнение. Я думаю, надеюсь, после матча мы еще пообщаемся с вами. Спасибо. Оглашаю статистику. Одинаковое количество бросков совершили штрафных обе команды по 15, но, к сожалению, у Вологда 73% на один бросок меньше, а не попали 11 с 15. 12 с 15, 80% попали в Динамо. По подборам. На 6 подборов больше у Динамо 18. Против 12 у Вологда Чеваката. Потерь, 10 потерь совершил Динамо и 11, в принципе, одинаково практически. Вологда Чеваката. Самые результативные игроки после первой половины в составе гостей. Это Света Махлина и Кристина Аликина, набравшие по 10 очков. В составе хозяек это Кристи Толивер, набравшая 14 очков. Кристалл Ленхар на 11, 10 очков Ирина Соколовская набрала. По фолам. Что мы можем сказать по фолам? Четыре фола, как мы помним, уже у Катерины Кейру. И три фола у Кристины Аликиной. Два фола у Джессики Девенпорт. И по одному фолу у Лор. Маши Черепановой, Олеся Малошенко, Анны Плешковой, Юлии Киселевой. В составе Динамо. По два фола имеют Кристалл Ленхарн и два фола у Татьяны Поповой. Все остальные? А у нас интервью с помощником тренера Вологды Владимиром Крашениным. Главного тренера Вологодской Челокаты Владимиром Крашениным. Что не получается в первой половине? Мы очень много пропустили. То есть мы пропустили в первую очередь 20 очков, а в вторую 27. И успеваем за разменами? Ну, есть проблемы определенные. У нас, во-первых, два игрока больные. То есть Маша Черепанова, скорее всего, не выйдет уже сегодня. Да, Лена Волкова, мы не можем ее использовать. Температура и два игрока. Вот, не успеваем. Бега за игроками, да, на разминках немножечко. Поэтому много пропускаем. О чем говорили в раздевалке? Что будет во второй половине? Ну, сейчас постараемся немножечко поменять игру. Посмотрим. Хорошо, удачи. Хорошая вторая половина. У нас готовится еще одно интервью с капитаном... Нет, с тренером команды «Динамо» Владимиром Штам. О, преимущество. Тащит. Однако ваши двойки, мне кажется, стали сложным оружием для вологодских чуваках. Цыплят по осень. Хорошая игра во второй половине. Команда вышла на разминку между первой и второй половиной матча, получив ценные указания тренера в раздевалке. И вскоре мы увидим с вами развитие второй половины игры. Динамо Владимиром Штам. Динамо Владимиром Штам. А я вам еще раз напоминаю, уважаемые сети зрители, что счет после первой половины 49-38 в пользу «Динамо Москвы». И вот режиссеры нам показывают повторы игровых моментов. А это игроки молодежной команды, которые завоевали золотые медали. Один из лидеров московского «Динамо» Ирина Соколовская. Один стоачковое преимущество после первой половины. Ожидали такого развития? Ну, вообще, ожидали, конечно. Мы настроены на победу. Хотели сделать разницу, как можно больше. Что в перерыве говорил Владимир Штамп? Ну, то, что мы не справились с высшим прорывом. Ну, какие-то моменты по защите, то есть чисто тактические. Присутствие на трибунах главного тренера Олимпийской сборной Бориса Соколовского – это дополнительный мотиватор или вы уже к нему привыкли? Я к этому привыкла, для меня вообще ничего не значит. Хорошая игра у второй половины. Остались считанные минуты до начала второй половины игры, чтобы что-то изменить в Вологде, чтобы навязать какую-то игру «Динамо» в Москве. Я надеюсь, игроки, команда смогут это сделать. Последнее указание дает штамм своим игрокам. Что-то рисую на дощечке. Вот, готово. На выход. Стартовая пятерка. Вологды – это Катерина Кейру, Лори Мо, Света Махрина, Кристина Аликина и Юлия Китилева. Свет, оба тренера говорят мне о том, что их команда не справляется в защите. Оба тренера – и «Динамо», и «Вологды»? Тренер «Вологды», тренер «Динамо» говорит, что мы не справляемся в защите. Я-то думал, что Владимир Ильич со свойственной ему позитивностью скажет, что все хорошо. На самом деле… То есть его не устраивает, да, игра получается? Да, его не устраивает. Счет четвертей. 22-24 сыграли в первый период, и 27-14 сыграл второй период. Катерина Кейру с четырьмя фолами старта у «Вологодской» Чавакаты. Ну, видимо, Ольге Шуникиной свое мнение на этот счет. Динамо. Переборы фолов? Да. Динамо начинает третью. И зона стоит у «Вологды». Пытается разбить, да. Пыталась разбить спровоцировали Росоколовскую на этот трехочковый бросок. Кристина Литин. Проходят. Да, да, да. Отличная атака. Не стала ждать подкрепления, не стала… Да, убила ладейка, нырнула и забила. Молодец. 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 Татьяна Попова, вот. Вот вынудила Катерина Кейру сделать неточную передачу. Не думает. Легкий ступор, мне кажется, у «Динамовского» нападения, которое столкнулось с зонной защитой. Вы же они не ждали, что может поменяться защита? Что такое? Фол защитнику, я думаю. Татьяна Поповой? Номеру… Нет, по-моему, Харченко. Номеру какому? Показать. Десятому, десятому. Да, Елена Харченко получает второй фол. Лори Мор. Перехватывается Коловская, она, по-моему, стала на эту передачу очень давно. Да, там нужно было раньше мяч выбросить. Татьяна Попова. Три-два, да, три-два, подвижная, такая подвижная зонная защита у чуваката. Елена Харченко не решается бросать. А то время-то атаки тает. Шесть. Я думаю, Татьяна Попова будет решать сама. Как снег на улице. Харченко решает. Пожалуйста, вынимайте. 51 на 40. Презоядин 100 очков, преимущество московского Динамо. Юлия Киселева выходит на периметр, получая мяч. Нашла она Катю Кейру в красивой передаче. Да, да, да. И как хорошо Кейру нашла эту ситуацию для себя. Застрял где-то на заслоне ее аппетит. В углу Толивер. Толивер. Хочет. Через руку. Казалось бы, уже Кристина накрыла этот мяч, да, но нет. Успевает выбросить Кристи Толивер. Проходя. Катя Кейру забивает два очка. Плюс 10 по-прежнему. 54-44 в пользу Динамо. В принципе, ожидаемо вот это вот немножко быстро форсирует нападение вологодской Чаваката, потому что отыгрываться-то надо. Надо, да. Как можно больше атак нужно сделать, чтобы... Попова с дуги. Точно. Точно. Три очка. Три очка. И Кристина Аликина. Ходит Махлину. Трету Махлину. Точно. И два. Ну вот нашли способ разбивать трехочковыми бросками вологодскую зону. Да, ну мы знаем, что у Динамо есть снайперы, да? И Кристина Аликова, и Кристина Аликова, и Ирина Соколовская. Ларимор пыталась перехватить. Кристи Толливер увидела. Нашли Харченко свободную, точно. Ирина Харченко. Безжалостная к вологодской команде Елена Харченко. Аликина пытается на шагах раскачать Лэнгхорн. Катя Кейру. Пытается обыграть Ерусоколовскую. А он пользует чуваката. Остается 13 секунд. Владение Вологды. Ларимор будет водить мяч из-за лицевой линии. Катя Кейру, шага, как хорошо. Как хорошо забрала мяч Юлия Киселева, подстраховала. Да, пошла на подбор, прочувствовала момент. И мяч свалился прямо в руке. Но динамовская защита успела сфалить. И сейчас мы увидим два штрафных броска. Высполнили Киселевой. Надежды смотрит Вологодская скамейка на Юлию Киселеву. Ну, Динамо сумела отбиться. И пятый фолк Катя Кейру. И Маша Черепанова меняет. Но тяжело играть, когда у игрока 4 паллада на грани. Активно, конечно, очень сложно. Катерина Кейру принесла своей команде сегодня 8 очков. К сожалению, больше она ничем не сможет помочь. Света Махлина пыталась перехватить мяч. Хорошо раскидывает Динамо. Хорошо находит только свободный бросок. Да. Тайм-аут Вологда. Тайм-аут Вологда. Искать, мне кажется, какие-то сочетания, которые могут встряхнуть защиту, встряхнуть нападение. Более активно защищаться. Для того, чтобы у Динамо оставалось меньше времени на организованную атаку. Чтобы им сложно было принимать решения, да? Да. Чтобы у них оставалось минимум времени на атаку. Ну вот Ольга Шинейкина рисует, я думаю, нападение, объясняя. Или защиту, наоборот, наверное, защиту. Тут, в общем-то, надо одновременно решать ситуацию на обеих сторонах площадки. Из лицевой будет водить Вологда. Матч, 62-46. Впереди Динамо. С довольными лицами выходит Динамо в киноплощадку. Что, естественно, да? Они выигрывают. Очень хорошо настроилась Московская Динамо на сегодняшний матч. В принципе, что и подтвердила Ира Соколовская, и я полностью с ней согласен. Хороший забор мог бы сейчас произойти. Маша Черепанова. Маша Черепанова за Дуги. И Лэмхан берет. Забирает подбор Динамо. Свободный бросок Ира Соколовской за Дуги. И подбор опять остается за Динамо. Таня Попова, Толивер. Ну, я думаю, очень много сказывается эта активная защита Динамо. Причем очень вязкая такая. То есть они вяжут игроков, и им тяжело сразу с места развить атаку. Хотя не пытаются. Киселева. Киселева там пытается один в один. И забивает левой рукой два очка. Да, с лишним левым крюком забрасывает два очка в Динамоскую корзину. Лэмхарм. Он там только в полу получает остановить Кристи. И замена. Ирина Соколовская покидает площадку. Вместо нее выходит Вероника Дорошева, номер 12. Отметил Борис Соколовский в большом перерыве то, что доверяет молодым игрокам. И это радует его как главного тренера сборной. Может быть мы на самом деле в недалеком будущем увидим молодежь в составе. Всех команд российской премьер-лиги. Света и оптимистка. Неисправимая, наверное. Лори Мор. Отваживался на трехочковый. И там от колена Маккапанова мяч покинул площадку. Тяжело складывается для Вологды первый матч финала за пятое место. Тяжело. Может быть они не настроились. Мы поговорим об этом, я надеюсь, с Вологодскими игроками после финального футбика. По-прежнему стоит пробежка. О том, что происходит с Вологдой в Крылатском. Может быть здесь какая-то аура. Давай дождемся окончания матча. И потом спросим. Юлия Киселева с мячом. Ищет заброс. Находит Свету Махлину. Холл. Да, Холл там не успевает. На ногах защитники номер 5 выписывают. Очень аккуратно встречает Таню Попова. Ходящую Свету Махлину. И вот Таня Попова это третье персональное замечание. И у Динамы четвертый фолл в четверти. Кристина Аликина получает мяч. 12 секунд 10. Забрасывает на Киселеву. Все расходятся от Киселевы. И там она в дабу попадает. На ведение там. На ведение защитник. Успевает заблокировать мяч через витие атаки Кристина Аликина. Совершенно не уступает в атлетизме. Быстроногой Толливер. Широкий шаг. Забеги на 20 метров не проиграла совершенно. Мы знаем, что Кристина Аликина очень атлетична. Кристи Толливер с мячом. Через руку Светы Махлиной забивает. Это уже 20-е очко Кристи Толливер. Успела посмотреть на кольцо, оценить ситуацию. Да, что сможет она выбросить, не сможет. Наверное, прицелилась. Маша Черепанова поборолась. Маленькая, да, Лори Мор. Лэнкрон не стала атаковать. Игровую дисциплину продемонстрировала в этой ситуации. Да, сейчас разыграет мяч. Толливер из-за дуги. Там опять расторопней всех оказалась Харченко. Не смогли отсечь Елену Харченко, вологодские баскетболистки. И после этого добитого среднего 23 очка. Это московского «Динамо» за 3,5 минуты до конца третьего периода. Махлина. Трехочковая попытка. Алистин забирает в высоченном прыжке этот мяч. И там кто? Фалит Елена Харченко. Двойные замены в составах команд. У «Динамо» Катерина Федоренкова и Ирина Соколовская. Номер 5 и номер 13. В составе «Вологды» это Анна Плешкова. И готовится выйти на площадку Елены Харченко. Вместо бьющей Кристины Аликиной. Первый точно Кристина Аликина. 5 фолов уже в четверти у баскетболисток «Динамо». Может быть, в «Вологде» вот это следует использовать? Играть, стараться не от броска. Ух, какой бросок забивает Катя Федоренкова. Мяч просто ударился об дужку и свалился, так скажем. Маша Черепанова. Ау, да. Попытался исполнить свой трюк Маши Черепанова. Но судья не поддался на этот трюк. Еще одна замена в составе «Вологды». Ульяна Шалепова появляется на площадке. Вместо Маши Черепановой. В принципе, правильно делает Ольга Шинейкина. Она пытается найти какие-то варианты, чтобы вдохнуть жизнь. Да, потому что на этом игра же не заканчивается. Да, у нас еще есть вторая игра будет. На этом серия только начинается. Конечно. Напоминаю, что серия переезжает в «Вологду», где состоится второй матч 29 апреля в это воскресенье. Если потребуется третий матч, он состоится в 30 апреля в это воскресенье. Дорошева, Вероника Дорошева, три очка. Десять семь, пятьдесят, двадцать семь очков. Вот о чем я и говорил. Все полы сгорают быстротными бросками. Нужно стараться использовать вот этот момент. Что нам продемонстрировала Елена Баранова? Правильное решение Елена Баранова и спровоцировала фол на себе. Два из двух. Но уж положить два штрафных для олимпийской чемпионки Елена Баранова не составляет особого труда. Светлана Махлина поменяла Лори Мор. Будет разыгрывать сейчас, наверное, Плешкова в этом сочетании. Оливер заходит под Большого. Махивает там Джессика, но на среднем отскоке никого не было. Не успела, да, не успела Вологодская защита за этим мячом. Федоренкова расставляет динамовское нападение. Кристот Оливер против не Ульяна Шелепова. Заходит под Баранову. Мяч не засчитан. Мяч не засчитан. И фолл судя выписывает номеру 44-му Елена Барановой. Ленхард вместо Харченко. Попово вместо Толливер. Двойная замена в составе масс-хозяек. Соколовская с мячом. Двойку предлагает ей Ленхард. Дорышева. Лена Баранова выходит в высоко. Пять секунд остается. Фантастик. Реализацию трехочковых. Трехочковых, да. Демонстрирует сегодня хозяйки московские динамы. Мне кажется, там магнитом затягивает мяч просто, как будто. Света Махина. Отбрасывает по трехочковой. Топу Плешковой. Точно. Точно. Три очка. Сокращает разницу в счете Плешкова. 25 за полтора минуты до конца третьей четверти. Минус 25. Ленхард с мячом. Сидоренкова. Сидоренкова. Соколовская. Холл нападения. Ленхард. Момера 24. Это третье персональное замечание. Конечно, история знает случаи, когда и большее преимущество отыгрывалось за четверть. Но мне кажется, для этого с Вологодской командой не должно произойти сегодня что-то сверхъестественное в четвертом периоде. Баранова на каке? Шулепова. Шулепова. Получается, нечезрук у нее. Все время дабл-дабл пытаются игроки играть. Из угла Махлина. Три очка. Ну, попади. И мне кажется, поменялся бы совсем рисунок игры. А чего поменялся? Ну, пару попаданий и воспринуть духом игроки. Да, 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 может быть. А, на прыжкова. Там на подборе. Собирает орушу в высоком прыжке. 49 секунд остается до конца третьего периода. В составе Вологи найдется человек, который разбудит своими попаданиями, да, или своими активными действиями в защите свою команду. Тогда вологодские болельщики еще могут рассчитывать на какой-то позитив сегодня. Ленхард. Забирает Баранова этот отскок. Сама разворачивается. Сама переводит среднюю линию. Забрасывает на прыжков. То ли не дождала эту передачу, то ли слишком сильная была передача. Мне кажется, чуть сильная была передача. Потому что там уже некуда было ей бежать за мячом. Если бы площадка была длиннее чуть-чуть, тогда бы она выловила этот мяч. Грустные лица вологодской скамейке сегодня? Конечно, грустные. Последняя атака Динамо в третьей четверти. Двойку играет Оливерс Ленгхорн. Отбрасывает под атаку. Динамо бросает. И точно. Ира попала сегодня, по-моему, все свои броски. И попытка Махлина из-за своей трехочковой лишь облизывает дужку динамовского кольца. 21 очков. Да. 11-очковое преимущество Динамо выросло до 28. Мне кажется, феноменальное попадание трехочковых бросков у Динамо. Даже со средней, наверное, они столько не попали, сколько из-за дуги. А вот мы смотрим момент. Ну, это незащитное было попадание с пробежочкой. Проход Тани Поповой. Екатерина. В третьей четверти динамовское нападение показало себя во всей красе. Да, там в какие-то первые 20-30 секунд они немножко стушевались, так скажем, против зоны защиты, да? Столковавшись со сменой защиты в принципе. Да, а потом все, встал на свои места. Они стали хорошо разбрасывать мяч. И самое главное попадать. Готовилась динамовская команда к зону защиты Волонта, я так думаю. Да. Три или четыре даже попадания Соколовский, да? Мы видели. Толивер попала один или два раза. Динамовская команда к зону защиты Волонта, я так думаю. Феноменальная результативность. Четвертый период матча начинается. Гости. Мяч. Ой. Там блокшот был, по-моему, Ульяны Шулеповой поставили. Кристи Толивер с мячом. Таня Попова. Двоечка с Ленхорн. Юлия Киселева. Помешала брату. Харченко. И Света Махлина. Пыталась фолом забить этот мяч. Четвертое персональное замечание получает. Четвертый фол получил Ирина Соколовская. Ирина Соколовская. Два из двух попадает Света Махлина и Динамо в атаке. Ирина Соколовская. Очередные два очка. Броском со средним приносит своей команде 85-е очко. Юлия Киселева с мячом. Анна Плешкова забирает из рук в руки. Бросок со средней. Подбор остается. За Волок. Да еще одна атака. Света Махлина. Не фол. Кому выписывают судьи фол. Номеру двадцатому. Кристи Толивер. Получает второе персональное замечание. Я вот изучал статистику третьей четверти. И понял, что вот Соколовская как раз и преуспела в третьей четверти. У нее было 10 очков. Остало 21, да? Остало 21, да. 11 очков. Тех очковых. Пять из восьми, пожалуйста. Обитная потеря. Не проиграла Лена Баранова этот запех. Ой, поставила блокшот. И второй. А со второй попытки добавляет Лен. А мы видим в составе Динамо. Там готовится выйти на площадку Анастасия Пименова. Восстановилась Настя после тяжелой травмы. Говорил нам вчера Владимир Штанг. Да, что. Будет ситуация, не будет ситуация. Он не знал, будет ли она играть. Но ситуация сложилась благоприятна. Она готовится выйти на площадку. Двоечка на периметре. Кристи Толливер. Ленхарн. И подбор остается за Вологдой. Лена Баранова забирает мяч Плешкова в быстром прорыве. Мяч уходит за лицо. Нет, не уходит. Не, достается в игре. Таня Попова. Просок со средней. Мне кажется, сегодня все очень просто. Не обращая никакого внимания на противодействие защиты, Динамо кладет... А у Вологды валится все из рук. Я бы хотел возвращаться обратно в руки. Махлиная. Справилась в этой ситуации. Я слышу, что сейчас обращается к своим партнершам Лену Баранову. Говорит, играйте до броска. Разыгрывайте ситуации все-таки так, чтобы можно было хоть побороться за отскок. За отскок. Потому что непредсказуемые броски, как говорится, тяжело подобрать. Шулепова выбирает мяч у себя подбор. Против нее Дорошева обыгрывает ее в поле 1 на 1 Шулепова. Махлина разыгрывает мяч. Шулепова. Против нее как раз Настя Пименова. Баранова получает мяч. Ищет заброс. Хорошо забросила. И там сразу дабл-дабл, да? Не считать мяч. Из-за боковой, да, сейчас 1-1? Как ни странно, 1 судья свистнул пробежку, а 2-й судья, по-моему... Нет, пробежка все-таки. Твои судьи были за пробежку, 1 был за персональный замячок. Видимо, видимо так. Значит, как объяснить все, почему их трое? Большинство... Пасующих должно быть нечетное количество, конечно. Настя Пименова с мячом. Ой, совсем одна осталась там Кристи Толивер. Толивер! И 22 очка уже набрала она. Настолько быстро переводит мяч. Одна теперь осталась Юлия Киселева. Юлия Киселева. Здесь Баранова с Киселевой разобрались вдвоем против Динамоской защиты. Еще играет 6 минут, а уже 91 очко. Динамо-Москва. Сохраняется владение за Динамо. Виктория Соловьева появляется впервые в сегодняшнем матче на площадке. Хочу сказать, молодой игрок, но пытаюсь убедиться в этом. 91-го года, с днём рождения. Ульяна Шулепова. Переводит Баранова. Попытка трехочкового. Отскакивает, борется за него Плешкова. Ленхорн забирает. Ведоренкова. И там готовится Хазова. В составе Динамо полно падения за неправильно поставленный заслон. Выписывает судей номер 24. Ленхорн четвертый фол. Да, четвертое персональное замечание. И замена. И вот замена сразу следует. Вот нам повторяет этот момент. Ну, я, честно говоря, не думаю, что даже потеря Ленхорн в этой ситуации была бы для московского Динамо критичной. Да. Даже если бы Мологда играла в пятером против четверых Динамо, то Динамо 28 очков за 5 минут. Сложно. Да, сложно. Баранова на дуге. А, на Плешкова. С высокой траекторией. И там на подборе боролась Юлия Киселева. И помогла Лори Мор. И Юлия Киселева произвела бросок. Пименов забирает мяч. Переводит мяч в Дорошевый. Дорошевый в проходе пытается обыграть Баранова. Хазова доводит до угла. До Пименовой. Ульяна Шулепова берет. Забирает. Да, Шулепова молодец. Лешкова. И там одна Алена Баранова просят мяч, вот она. Анастасия Пинманова пошла помогать, да, и свалила. Это всего лишь третий фолл, но ситуация бросковая была? Бросковая будет два. Штрафность пробиваться, да, под корзиной при броске. Первый точно. Два из двух, да, же бамп. Группы поддержки Динамо не помог Лени. Четырех безупречно сегодня с линией штрафных Елена Баранова. Но неутешительный счет пока для ее команды. Пол выписывают Ульяне Шулеповой. Из-за лицевой будет мяч до Рашева. Пытается прихватить Солом. Защищается Лоримор против нее. Молодец Федоринкова, то, что не теряется. Соловьева перебрасывает на право мяч. Анастасия Килинова должна быть, я так поняла. Сергей Быланов, видимо. Сергей Быланов не стал атаковать. Увернулся от мяча. Замена номер 23. Вышел на площадку Татьяна Григорьева. Баранов выходит на дугу, получает передачу. Отдает хорошую мягкую передачу Киселевой. И два очка. Раскачив свою защитницу, Киселевой кладет. Мне кажется, это хорошая связочка двух больших. Киселева и Баранова. Они как бы чувствуют себя. И большую, которую может поймать и забить. Принять. Атака Федоринкова. Не было касания корзины. Остается 7 секунд Пименова с остановки. И еще один сквозняк. Мяч уходит в аут. И Благода будет водить мяч из-за лицевой. 4 минуты остается. По-моему, впервые два раза подряд удалось установить Динамошку. Нападение. Да. Чувакатка. Лори Мор с мячом. Перевод на Юли Киселева. Заброс на Лену Баранову. И Фоу Соловьевой. Два броска. Лена не стала изобретать что-то сверх. Естественно, она почувствовала контакт со стороны защитницы. И тут же просвучал судейский свисток. 6 из 6. Однако, 9169, я обращаю твое внимание на другие цифры. И 3,30 до конца четвертого периода. Высоко выходит защищаться Баранова против Дорошевой. И вход совершенно одна федоренкова. И что? Судьи выписывают. Аут. Локовая линия. Заступ был. Киселева помогает при прессинге. Лори Мор находит Лену Баранову. Лена Баранова со средней. И Григорьева берет подбор на своем щите. Хорошую технику владения мячом демонстрирует нам Татьяна Григорьева. Ух, какой мяч забивает Дорошева. Мне кажется, сегодня звезды сложились, легли так, что у Динамо залетают в корзину такие мячи. Если не 70% сегодня реализация трехочковых. Да, я говорю, что феноменальная результативность сегодня у Динамо. Поддержку Вологды и Вологодской болельщикам могу сказать лишь то, что невозможно на протяжении нескольких матчей показывать такой процент. Дорошева с мячом. Падение в каком... Все равно забивает. 96-69, да? Какие зеркальные цифры на табло? Соловьева берет мяч. Пименова. Григорьева. Казово из-за дуги. Юлия Киселева берет. Кто еще не забивал сегодня из-за трехочковой дуги? Казова. Пименова. Два очка, два плюс один. Два забил и один бонусный штрафной. В предыдущей атаке свистнули пробежку Лени Барановой. В этой ситуации Лена, по-моему, получив мяч, посмотрела на арбитра. А потом стукнула в пол и еще раз посмотрела на арбитра. Видишь ли ты, господин судья, что я сперва ударила мяч, потом начала движение. Три очка в одной атаке приносит своей команде. Григорьева показывает номер комбинации. Очень много движения с мячом у Динамо. Соловьева. Соловьева, точно. То, что касается процентов попаданий, конечно, нет правил без исключений. Но лично я... Ульяна Шелепова. Лена поборолась там и берет. Я не удивлюсь, что я не удивлюсь, если процент динамовский в ответных матчах в Вологде... Какой красивый навесик, какой красивый навесик. Сейчас я прошла передача. И не удивлюсь, если процент попаданий у Динамо будет неожиданно низкий. Ну, как говорится, у игроков, да, очень часто бывает, что в одной игре игрок забивает и выбрасывает все, а в другой игре он уже... Фантастическую организацию бросков демонстрирует сегодня московская Динамо. Что из средних, что из-за других. Притом нельзя сказать, что Вологда так уж плохо защищается. Нет, нет, они очень много забили бросков через руку, да, как мы помним. Выходит и большой игрок. Навалом атаковала Дорошева через Лену Баранова. Отбилась Чувака-то. Шелепова с мячом. Лори Мор. Ищет заброс через Плешкову. Заброс на Киселева. Разворится кольцо два очка. И вот два очка. Не успела Хазова там сыграть впереди, сзади не подстраховали и очень легкие два очка забивать Юлия Киселева. Минуту остается играть до конца встречи, можно уже сказать, Катя Федоренкова. Два броска будет пробивать. Только непонятно кто. Анна Плешкова или Елена Баранова? Анна Плешкова. Плешкова имеет возможность немножко улучшить свою личную статистирую. Второй, к сожалению, попытался на подобрать свой мяч. В виде, что... Но поддителен был Александр Геннадий Пономарев. Пидоренко с мячом. Пименова. Дорышева. Заброс и перевод. Отбилась Лоримор. Возвращает ей мяч Лена Баранова. Заброс на Плешкова. Трехочковая попытка. Отскоку Шулеповой. Лена Баранова с мячом. Перевод на Нин Плешкова. Еще одна попытка. Совсем сквозняк и там Ульяна Шулепова. У как. Хорошо она поборолась, да? Увидела, куда отскакивает мяч под оборудованием. Да, да. Без суеты, без спешки мяч отскочил. Вот опыт. Вот мастерство. И Катя Федоренко пыталась помешать ей в этой ситуации. Ну, судейский свисток отправил Ульяну Шулепову на линию штрафной. Два из двух. Ульяна Шулепова. И, наверное, будет последний суток, мне кажется. Катя Федоренко. Что будет двоечка наверху, на периметре. Дорошева. Григорьева там пыталась выбросить мяч. Со счетом 98-79 Динамо Москва побеждает в сегодняшнем матче. Недовольна там Татьяна Григорьева последним своим броском. Подошла она к суде и просила. Неужели... Спросила, неужели была фала? Девчонки, спасибо вам за брать и счастье вам. А Динамовки благодарят своих болельщиков, свою группу поддержки. До следующего сезона. А я с вами прощаюсь. Очень жалко, что так мало болельщиков были у нас. Надо делать побольше. Команда Вологды тоже благодарит своих преданных болельщиков и болельщиц, которые пришли в этот прекрасный дворец спорта поболеть, попереживать за них. Хочу отметить самых результативных игроков в составе гостей. Это номер 7. Светлана Махлина, она набрала 16 очков. А также Кристина Олейкина, 14. 10 очков набрала Юлия Киселева. 9 очков Лена Баранова, по 8 очков Катя Кейру и Анна Плешкова. 5 очков Джессика Девинпорт, 4 Ульяна Шулепова, 3 очка Лори Мор и 2 очка Маши Черепанова. В составе хозяек самая результативная Ирина Соколовская, набравшая 23 очка. Динамо, 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 Моя надежная и моя семья. Капитан команды Вологод и Елена Баранова. Лена, это был сегодня день Динамо или не день Вологды? Я думаю, что это был день Динамо. Вот эти все трешки, которые с меньшим процентом они забивали. Сегодня почему-то они все забили. И вне защиты мы их не смогли поймать, хотя старались. В принципе, все решил процент попадания, я думаю. И вот наши глупые ошибки, на которых мы дали им уйти, это во второй четверти в концовке. Буквально две ошибки, два фала в нападении, они ушли у нас на 10. Мы не смогли догнать. Еще там тройку очков попаданий, мы уже почти 20 проигрывали. Было очень сложно. Мы отыграли за четвертую четверть 10 очков, но это 30 отыграть за одну четверть невозможно. Кто понравился сегодня в составе московского Динамо? Ну, конечно, выше всяких похвал Таира Соколовская. Она сыграла в ту игру, в которую она должна играть. Обычно это очень жестко, напористо. Она все попала, она боролась на подборе. Очень порадовала опять Толивер. Это очень хорошая разводящая, очень хитрая и с ней очень тяжело играть. Но и девчонки остальные не растеряли все те мячи, которые они бросали. Практически все достигали цели. И в конце молодежный состав, который вышел, они боролись, старались. То есть никто не тушевался на паркете. Видно было, что Динамо настроено. В составе своей команды кого-то выделите сегодня? Ну, вы знаете, когда проигрываешь, кого-то выделять особо не хочется. Мы все проиграли и надо над этим работать. Прежде всего, мне кажется, мы в настрой проиграли с самого начала. То есть мы не учли, что это их площадка, последний матч сезона на этом паркете. Поэтому команда вышла сверх настроена, в отличие от нас. Мы вышли в своем обычном настрое, хотя должны были, как бы сказать, на них перенастроиться и выйти более концентрированно. Еще у нас два больных человека сегодня было с температурой. Может быть, поэтому мы тоже не сыграли свою игру. Что должно сделать, кроме изменения в настрое Вологодская Чеваката, для того, чтобы рассчитывать на успех во втором матче серии «Дома Вологде» 29 апреля? Ну, во-первых, это защита. Нужно играть гораздо ближе. Мы упускали игроков, давали им получать и свободно выбрасывать. Опаздывали буквально не на долю секунды, а на секунду, а иногда и на две. То есть это один-два шага с такой командой. Это критично, конечно. Надо быстрее успевать, быстрее двигаться в защите. Большое спасибо. Хорошие игры во втором матче 29-го. Я надеюсь. Нет, Владимир Ильич, да, давайте. Владимир Ильич там главный тренер московского «Динамо». Довольны игрой на второй половине? Другой вопрос, чтобы предстоит посмотреть видео и понять, это мы такие сильные или это просто какие-то проблемы, которые предстоит разобраться в команде соперников. Потому что я думаю, что «Волога» сыграла сегодня, конечно, не самую лучшую игру. Может быть, связано с чем-то. Я бы пока выражал, как я называю, сдержанный оптимизм. Не более того. Что-то опасаетесь от «Волога» во втором матче? Конечно, будет совершенно другая игра. Команда укомплектованная, опытные тренеры. Игроки без сомнения, борьба далеко не закончена. Чем связан потрясающий процент попаданий сегодня «Динамо» и как средних, так и дальних бросков? Тренерский гений, прежде всего, конечно. Я не сомневался в этом. Кроме этого, работали как-то над этим специально? Да вы знаете, нет-то есть достаточно у каждого тренера наработанные уже способы подготовки к играм. Ничего принципиально нового к этой игре мы не готовили. Но в «Вологду» едете со сдержанным оптимизмом, если я правильно понял. Ну, я думаю, что мы уже можем в любом случае быть довольны тем, что команда показывает достаточно зрелую игру. Даже если в «Вологодской» путешествие закончится неудачей, и мы займем, скажем, шестое место. В общем, по большому счету, не принципиально. Пятое, шестое, в общем, это так, скорее, для внутренних наших каких-то взаимоотношений. Пятое, без сомнения, приятнее, чем шестое. Но не более того. Поэтому приятно, что поймана игра, что эта игра получается не в одном матче. Вот, собственно, и все, не более того. Поздравляю вас с блестящей победой и с хорошей игрой. Желаю хорошей игры в второй матче серии в «Вологде». Есть у нас время еще на одно интервью? Не даст нам режиссер, да, времени на интервью с Ириной Соколовской? Главной героине сегодняшнего матча. Ну, пожалуйста. Я надеюсь, что все-таки мы сможем поговорить с Ириной, если ее отпустит НТВ+, в ближайшее время. Ну, от себя могу добавить, что первый матч серии в «Вологде», первый матч серии, который начался, серия за пятое место, которая началась на паркете Крылатского на площадке «Динамо-Москва», совершился более чем убедительной победой хозяек «Динамо-Москва». Полностью перебросали динамовские баскетболистки, своих вологодских оппонентов, показали фантастическую реализацию бросков. Конечно, и Владимир Штамф после матча в интервью сказал, что тренерский гений, конечно, он с улыбкой это сказал, но все-таки выигрывает команда, выигрывает все-таки и тренер. Очень хорошее движение мяча показали сегодня динамовские баскетболистки, вследствие чего было достаточно много свободных бросков, которые часто ставили в тупик вологодскую защиту. Ирина Соколовская, главная героиня сегодняшнего матча, готова к нам подойти. Микрофоны у нас забирают, камера у нас тоже забыла. Я думаю, что не помешает. Очков в третьей четверти – это установка тренера? Или это решила просто взять инициативу на себя? Или это звезды так сошлись? Или это Вологда так расслабилась в защите? Ну, я даже не знаю. И то, и другое, и третье. Ну, не знаю, так получилось. Никакой установки? Нет, конечно, установка была, сыграть как можно лучше. Старалась. Какие мысли перед вторым матчем в Вологде? На самом деле самые серьезные мысли, то есть очень мы настраиваемся. После того, как мы просто проиграли в Ногинске, я считаю, из-за того, что просто не настроились на второй игре. Также мы здесь выиграли 30 очков, приехали туда, такие все расслабленные, и проиграли там. То есть я надеюсь, в этот раз мы такого ошибки не допустим. Опять же, не знаю, как будет складываться игра, но мы настраиваемся очень серьезно. Ну, я думаю, что Вологда с нетерпением ждет этого ответного матча. И своих героев тоже желаем. Поздравляем, во-первых, Динамо с красивой и уверенной победой. И желаем хорошей игры в ответном матче в Вологде. Продолжение следует... 98.79. Уважаемые сети зрителей, это... А мы еще в эфире? А еще хоть одна камера работает? Ну, давай пойдем хотя бы аудио, да, если видео у нас нету. 98.79. Уважаемые сети зрители, это для тех, кто еще не отключился от эфира. 19 очков преимущество в Вологде. 19 очков преимущество московского Динамо. Да, я напомню, что максимальная разница по ходу игры достигала 30 очков. Сумасшедший настрой баскетболистов хозяев отметил и Владимир Штам. Он сказал, что это была последняя домашняя игра в любом случае. Да, перед своими болельщиками возможность сыграть в хороший баскетбол. Трехочковые броски 52 процента. Двухочковые броски 52 процента. Подборы 35 от 30. Они даже и не только перебросали, а даже еще и щит выиграли. Вот к нам присоединяется Борис Ильич Соколовский, главный тренер сборной России. С вашей точки зрения счет на табло справедлив? Счет по игре? Вполне по игре, да. В чем ошеломила Московская Динамо сегодня Чувакату? Я думаю, что ошеломляющих каких-то порывов не было ни с одной, ни с другой стороны. Но слишком рано команда Волога и Чуваката опустила руки. Вы имеете в виду третью четверть, это 34-17? Вы знаете, я могу сказать, что игра была сегодня без сердца. С стороны Чуваката? Поначалу с обоих сторон. Потому что все сердце забрало себе, мне кажется, хозяйки паркета, нет? Да. Не оставили ни кусочка вообще Волога. Совершенно верно. Они в итоге стали играть азартно, быстро. И вот мы когда обменились мнениями с главным тренером второй сборной Николаем Таносичуком и генеральным менеджером национальной сборной Оксаной Рахматульной, и когда мы обменялись мнениями по поводу того, что игра медленная, в это время команды побежали. И в первую очередь началась страсть показывать в игре, конечно же, московская «Динамо». А Вологда встрепенулась и побежала в быстрый прояв только тогда, когда вышла Елена Баранова, которая бежала без мяча быстрее всех, а с мячом начинала атаку. Но, к сожалению, ее порыв был поддержан только несколькими игроками. Хорошие передачи проходили, да? Особенно связка большая. Их обратили внимание? Да, конечно. Нет, в целом были интересные ходы. Но, понимаете, как здесь надо играть от первой секунды до последней. И если кто-то не хочет играть, то сделать замену, искать игроков, которые будут на поле сбиться до конца. Во всех компонентах игры сегодня московская «Динамо» практически превзошло гостей из Вологды. Сумасшедший процент реализации трехочковых. Ну, немножко он в конце немножечко снизился, подпортился, да, когда молодежь появилась на паркете. Но, тем не менее, штрафные, все за гранью вообще. Подборы 35 против 30. Я даже не могу назвать аспектов, в которых Вологда была бы сильнее сегодня. Вы как считаете? Ну, в общем-то, «Динамо» сегодня действительно превзошло практически во всех компонентах игры в Вологду. И я думаю, что это преимущество не безусловное. И, конечно же, при соответствующем настрое и правильном настрое, я думаю, что Чувакати вполне не только дать бой, но и выиграть два домашних матча. Любая команда играет ровно так, как позволяет играть соперникам. Это так, и плюс, как позволяет играть собственный настрой. Потому что настраиваться на игру нужно и, значит, не должно быть такого, чтобы, кстати, настроился на игру по ходу игры, у него планка настроя сбилась, и он перестал играть. Тут надо так, вышел, или ты играешь, или нет. И все-таки я в ответном противостоянии «Вологды» и «Динамо», я, ну, как мне кажется, «Вологды», на мой взгляд, обладает более таким балансированным, ровным составом, опытными игроками. И, ну, по крайней мере, я думаю, что они выиграли. Несмотря на то, что «Динамо» ведет серию 1-0, и серия переезжает в «Вологду», вы все равно считаете, что «Вологды» остается фаворитом? В моем понимании, да. Банальный вопрос по кандидатам в сборную. Как проявили себя, кто понравился сегодня из играющих сегодня этих девочек? К сожалению, очень не понравились две «Вологжанки» Катерина Кейру и Мария Черепанова, которые позволили себе сегодня опуститься ниже определенного уровня. То есть игроки сборной должны держать свою планку. И Катерина сегодня получила несколько глупых, иначе не скажешь, полов. Мы с ней поговорили после игры, и я порекомендовал ее на следующее. Она, конечно же, ищет причины неудачной игры в арбитрах. Но я сказал, что нужно приспосабливаться к действиям арбитров. Потому что… Других нет. Других нет арбитров. Я не видел ни в этом. Придзяться я не видел. Был стиль судейства. И этот игрок, и любой игрок, особенно кандидат в сборную, в олимпийскую сборную, должен чувствовать манеру судей. И к ней приспосабливаться. Больше того, у нас есть такое понятие «обмани арбитров». Стоящий мастер должен быть сильнее не только пятерых против оппонентов, но и хитрее тех, которые обслуживают эту встречу. Конечно. Но в данном случае перехитрить их не в том, что кто-то хочет засудить, а кто-то является жертвой беспредела. Еще раз повторюсь, что этого не было. Просто надо приспосабливаться под манеру арбитров. Так же, как приспосабливаться под манеру защиты, под манеру нападения. И Маша Черепанова сегодня, ну, в общем-то, после игры она оказалась вне критики, так как я узнал, что она играла с температурой. Естественно, это снимает какие-то вопросы к ней. В Вологде мне понравилось сегодня, очень результативно сыграла Ирина Соколовская. Прошу прощения, да, в «Динамо». И она была сегодня результативна. И что мне очень понравилось, она сегодня была очень разнообразна. Она прибавила, о чем я говорил в перерыве, в игре без мяча. Она стала лучше чувствовать защиту. Она стала лучше выбирать себе позицию. Ну, а рука у них всегда была мамина, то есть точная. При этом она еще и не стеснялась брать на себя инициативу, да, что тоже, так сказать, определенный позитив. Да, конечно. И самое главное, что она была сегодня самым религиозным игроком матча, без ущерба для других. То есть она не отнимала мячи, не брала на себя лишние атаки. Очень неплохо, на мой взгляд, проявились все девчонки, но молодые, будем так сказать, и Фидоренкова. Катя очень хорошо вошла в игру. И Вероника Дорошева. Немножко, к сожалению, побывала на поле Виктория Соловьева. Все питомцы Николая Танасичака, если я правильно понимаю, вторую сборную или по какому критерию отбираются игроки? Да, совершенно верно. Это все кандидаты в сборную. Питомцы в данном случае, они Динамовского клуба, и в частности Сергея Фидоренко, который, в общем-то, с командой выиграл вот это молодежное первенство команды «Премьер-Любе». Так что Динамо сегодня показало, конечно, неплохую игру, но здесь не без помощи Вологде. Что нам ждать от второго матча в Вологде? Сумеет ли Вологде перестроиться и вернуться в серию? Я в этом просто уверен. При условии, что они это не хотят. Чувствуется, что как-то, вот я еще раз повторюсь, они играли без сердца. Что-то, видимо, внутри коллектива сломалось. И здесь, я надеюсь, что Елена Баранова, как опытный игрок и авторитетный игрок соберет команду изнутри. И если девушки будут играть с такой же отдачей в игре, как Елена Баранова, прошу прощения, это, конечно, перед ней, как перед женщиной, которая постарше многих здесь два раза, но тем не менее она показывает пример самоотдачи и пример профессионального отношения к нам. И хочется, чтобы Вологодские девушки последовали эти примеры. Я в данном случае не болею за Вологду против Динамо. В данном случае я за хороший, качественный баскетбол и с полноценным участием игроков, которые являются контактами в Олимпийском баскетболе. Мы с Еленой и говорили на послематчевом интервью. То есть она сказала, первое дело – это настрой. И второе – это дело – стараться не проигрывать. Вот микромоменты, стараться защищаться, несмотря на то, что бы ни происходило на площадке. И я надеюсь, что все самое интересное в этой серии еще впереди. Нас ждет второй матч в Вологде 29 апреля в воскресенье. Если он завершится успехом хозяек вологодской команды, то третий матч решающий тоже состоится на площадке Вологды. Мы благодарим Бориса Ильича Соколовского за участие в после матча. Или Светлана Сергеевна, у тебя есть вопросы к Борису Ильичу? Большое спасибо, Борис Ильич, за участие, что всегда приходите к нам. Свет, кто MVP сегодняшнего матча? Из любых, из всех, кто выходил сегодня на поле. Я с тобой полностью согласен. Ирине мы отдаем сегодня корону MVP. И на этом завершаем трансляцию сегодняшнего матча, о чем нам уже давно, минут 15, как сигнализирует технический директор Роман Аладьев. Мы благодарим оно, спортивное вещание, за чудесную картинку. Именно такими и должны быть настоящие спортивные трансляции. Серия переезжает в Вологду. Играйте в баскетбол, смотрите баскетбол.